Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья, на экранах рубрика разоблачения фейков в пабге и паб мобайле. В этой уже поистине легендарной рубрике мы проверяем и разоблачаем видео по пабгам со всего интернета, чтобы понять фейк перед нами или же нет. Ну а эти ролики находят и отправляют на проверку наши подписчики. Сегодня будет сочный выпуск с видосами из пк пабга и из мобайла, так что ролик обещает быть очень интересным. Поэтому устраивайтесь поудобнее, наливайте самый вкусный чаюк и да, большая просьба к вам поддержать ролик лайком и комментарием, ведь это очень продвигает видео. Ну а мы начинаем выпуск. Совместно с площадкой Case for Gamers и селлером Voodoo Gaming мы разыгрываем три стим аккаунта игры Rust. Для участия нужно выполнить всего два действия. Первое, совершить на сайте Case for Gamers любую покупку, цена покупки значения не имеет. Второе, это отправить номер, а он же идти заказа в комментариях под постом в группе в ВК. Победители будут определены случайным образом 7 июня. Кстати, у продавца Voodoo Gaming можно приобрести все нашумевшие новинки по хорошей цене и не только их. Или просто пополнить баланс в стим или других сервисах по приятным ценам. На Case for Gamers можно приобрести игры для различных сервисов и платформ. А главное, здесь продавца и подходящую цену вы выбираете сами. Также на сайте имеется различная игровая валюта, как для мобильных игр, так и для ПК. Любые новинки и софт на любой вкус. На сайте все очень удобно делится по разделам и найти можно все что угодно, в том числе предзаказы. На Case for Gamers множество методов оплаты действующих с территории ИРФ. И не забудьте промокод PUBG. Он даст вам скидку в 10% на любой товар. Желаю всем удачи в розыгрыше, все ссылки в описании. А мы продолжаем. Первое видео на сегодня из ПК Пабга. И тут не просто какой-то трюк или очевидный фейк, а поистине загадочный момент. Давайте посмотрим, что именно произошло на видео, обсудим это с напарником и полетим на проверочку. Субтитры сделал DimaTorzok О, сковородка взорвалась, но это тайминг скорее всего. Вот да, типа он якобы задефал летящую гранату сковородкой летящей. И смотри вот дальше, вот это вообще просто отвал рта какой-то. Он кинул на стену сковороду. Она прилипла. Да, она прилипла к С4 и задефала типа взрыв. Что? Ну нет, она не могла прилипнуть. Ну во-первых, это стоп кадр на моменте, как она прилипает. Да, видимо она на секунду прилипла, типа в эту секунду взорвалась. И в эту секунду она ее задефала, типа. Я так понимаю. Ну это просто тайминг такой, да, подобранный. Надо просто подбирать сейчас тайминги к этой всей истории. Да, походу да. Ну давай посмотрим. Давай, чё? Ну вот давай, кидай просто. Допустим это не тайминг. Просто вот кидай, я сейчас засеку, где они летят. Что-то риск какой-то, Артем. Сильно кидай, высоко. Ну высоко, я могу вот так в тебя просто целиться, тебе в лобешнику вот так. Повыше даже можешь еще. Давай тогда вообще я вот как-нибудь... Подожди, сейчас. Давай, давай. Что-то типа вот такого исполнил вот так. Блин, так я не успеваю. Надо что-то среднее вот между вот этим, что ты сейчас показал. Давай вот так-то, да. Ну пойдет, давай. Так, еще давай. Так, давай. Как будто нет. Что-то видно, куда они там этот... Врезаются, не врезаются. Я не понимаю, у меня вообще нету никакого этого. Так, стой, давай поближе. Так, давай так же. Так же давай. Давай так же. Так же. Так же. Блин, как так-то. Понял. Они вот сейчас хоть друг друга касались, ты видел, нет? Нет. Так, Артем, вот, смотри, мне кажется, было примерно вот так. Кидай. Вот что-то типа такого было. Ну, понял, понял. Короче, это просто... Просто тайминг. Эффект. Да. Мне вот... Как бы кажется такое просто визуально, что он типа попал. Да, но на самом деле это просто типа тайминг. Течение тайминга, да. Потому что я думаю, что вряд ли можно задефать в воздухе. Но самый главный вопрос это все-таки к прилипшей С4. Точнее, к прилипшей сковородке. Такая же история, абсолютно такая же. По моему мнению, это абсолютно такая же история. Давай пробуем на ту же карту зайти, вот что у него там была. И в то же место пробуем залепить. Может, там сопоедет? Ну, давай попробуем, давай. Так. Это место у нас было вот... Так. Другой цвет стен. Не то. Вот тут выше. Бля, ай, гастарбайтеры не тот цвет покрасили. Тоже не то. Значит, там третий этаж был. Да. Вот этот цвет стен. Чел стоял вот тут. Там была сишка. Так, Артем, не знаю, как тебя это... Чтоб тебя не укокошило. Ты, наверное... Блядь. Зачем я выброшу? Вставай туда вот куда-нибудь, в тот конец дома. Итак, значит, смотрим. Леплю ее сюда же. Ну и... Что? Сейчас. Но она не прилипает. Короче. Артем, проверяем. О! Тебе она дамажила? Меня жмыхнуло сейчас. А меня нет. А меня жмыхнуло. Причем так уверенно, что не умер. Нифига. Я прям сковородку кинул перед взрывами. И меня как будто не дефнуло. Я каску даже одел специально, чтобы меня не цепануло. А меня цепануло. Ну-ка, схавай аптеку. Каска, кстати, тебе не поможет. Давай еще разок. Такой уже прям смертельный номер. Ну давай, я это... Ты тут рядом со мной вставай просто вот сзади. Вот, вот тут вставай, Артем. Ты думаешь, меня тоже не это? Нет, тут ходу по направлению как-то идет. Ну-ка, давай попробуем. Блядь, я не успел ее кинуть. А-а-а, да что такое-то, а? Значит, сразу, сходу. Опа. Все, Артем, чекай, вставай. Бегу. Видал? Да ну! Да. Кузакет. Задефало как, даже не прилипая при этом. Да, она просто трикошетила и все. А теперь смотри, с гранатой перепроверочка. Ну давай. Там, кажется, была не в том логике, что она ударилась об сковородке, от этого взорвалась. Она реально должна была взорваться и волной типа их убить. Но она, типа волна не пошла из-за сковородки. Походу. Вот чем прикол. Вот сейчас, я не знаю, должен был получить что-то или нет. Ну давай так же, сможешь? Ты опоздал немножко. Давай, давай. Блядь. Так, давай. Ой, нет. Тут это не так работает. Короче, я допускаю, что в первом варианте он тоже мог типа задефать взрывную волну сковородкой. А потому что в втором точно работает. То есть си-4 он точно дефает. Так что в целом это не фейк. Типа реально вот настолько эта механика продумана, что даже типа взрывная волна дефается. Да, ребята, в эту игру еще играть не переиграть. Проверять не перепроверять. Так что да, сковородка накрывает не только лежащие на земле гранаты, но и висящие на стенах или летящие в воздухе. Поэтому всем игрокам ПК Пабга советую брать это на заметку. Вдруг это когда-нибудь спасет вам жизнь. Идем дальше. Переходим ко второму видео на сегодня, в котором случилась довольно интересная ситуация с динозаврами. И по всей видимости без нас тут не разобраться. Предлагаю посмотреть, что конкретно происходит на видео, обсудить видос с напарником и отправиться на проверочку. А, то есть вот оно что. Да, получается если типа ДТП на динозаврах, то... Ну это кстати логично. Маленький динозавр погибает. Да, но мне кажется просто в игре никогда ни у кого такого не было. Поэтому интересно будет глянуть, так ли это на самом деле. Слушай, ну это может быть даже логично. Но очень интересно. Вот мне реально сейчас интересно проверить. Да, тоже интересно глянуть. Давай посмотрим. Давай глянем, давай. Так, я на месте, вижу как ты там несешься. В каком месте ты? Я слева от тебя получается. Давай какую-нибудь дорожку выберем ровную. Например вот, ну эту можно и выбрать кстати. И разгончика возьмем. Давай. Давай. Он бегает как курочка у тебя. Опа. Все? Все. Сдох парень. А меня прям кинуло. Я прям стопорнулся сильно. Я видел, да. А у тебя хп нормально на нем? Да, у меня вообще ничего не поменялось. Вот и все. Получается. Желко. Велоцираптор слабее. Ну типа это логично, да. Ну круто, что они предусмотрели. А знаешь что интересно? Можно ли типа так же сделать с летающим динозавром? Такое столкновение. Ну давай. Есть поближести летающие? Да, сейчас проверим. Так сказать, вкрапим сюда рубрику, что будет если. Давай с летающим попробуем. Я вот на подлете уже. Сейчас движу. Буквально тут царапаю мост. Все, давай. Опа. Опа. Офигеть, даже это предусмотрели. Жесть. Прям в лоб влетел. Да. Тебе что, не больно вообще никак? Вообще ни капли. Да ворот. Вообще ничего не произошло. Ну, короче, не фейк это. Реально. Все работает. Как вы сами убедились, Рекс легко крушит и обычные машины, и своих братьев меньше. Так что врезаться в него на других динозаврах не советую. А ролик получает оценку не фейк. Ну и заключительное, третье видео на сегодня. Судя по описанию, связано с какой-то нычкой, но предлагаю ознакомиться подробнее. Так что оперативно смотрим и полетим на проверочку. О, давно не было. Добрый вечер. Да-да. Я понял. С мотоциклеткой. Что за обновление? Как давно это было? Насколько актуальный видеоролик? Ну, мне кажется, что он свежий, потому что там, по крайней мере, реливик свежий. То есть, ну, я думаю, месяц, может быть, ему максимум. Могли ли пофиксить мотоцикл за это время? Скорее всего, могли. Да, вот мне тоже кажется, что... Как вот сейчас по факту будет оно? Ну, давай смотреть. Мне кажется, что это уже не работает. Это уже починили давно, наверное, во всех источниках. Давай попробуем. Так, вот этот камень, прямо это же он? Да, это он. Ну, вообще похож. По-моему, он очень похож на тот камень. Это он, да, это он, точно он. Ну, давай посмотрим, что. Там он ящик, что. Ну, давай посмотрим, что. Посмотрел. Ты тоже хватает, домотик? Сейчас я тоже посмотрю. Сейчас я аптечку хавал. Организуем. Правее там, бери. Надо как-то... О, да, вот так. Блять. Это вот точка такая, где его поднимает. Угу. Мне кажется, надо просто его бесконечно струячить. Тогда должно что-то получиться. Мы таким темпом просто подвинем его с места. Неебогу. Блять, если бы сейчас, короче, не забаговались мы, то... Возможно, мы бы мотоцикл остался стоять. Ну, давай, давай, я не буду тебе мешать. Показывай. Трюки. Ну, и что там? Не садится больше? Ну, и все, блять. Опа. Ну, давай. Тыркой бесконечно. Сесть, присесть. У меня выпрямляется, вот в чем проблема. Может просто сжахнуться со всей дури в него? Да там не в дури проблема. Там надо его именно положить как-то так, аккуратненько. Ну, вот у тебя сейчас забаговалось так, как нужно. Да, но в камне он, тем не менее, не багуется никак. О, 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 сейчас что-то хорошее было у тебя. Ну, у меня это выглядит так, что я просто подлетаю и все. А у меня ты начинаешь баговаться, но потом выпрямляешься. У него, видишь, получилось, когда у него Лисапед упал, короче, назад. Типа, наоборот. Дерх ногами у тебя перевернулся. Во. Вот типа такого, чтобы у меня получилось его уронить. Так, берешь, поднимаешь его и роняешь его. Ты видишь, он в сторону падает? Да, вот он у него тоже упал вверх ногами. И после этого он забагался. Так, давай, братишка, падай. Во. Ага. Ага. Что-то типа того, короче. Ой, ну по-моему, игра уже не стоит свеч, знаешь, типа, учитывая, что мы... На самом деле, мне кажется, что это фикс. Да, просто даже не то, что типа фикс, а то, что даже если это работает, например, даже сейчас, то это уже смысла мало имеет, раз это такой рандом. Ну да. То, что ты будешь всю катку стоять на ливике и пытаться в этот камень заехать, и ты просто время потеряешь. Согласен, согласен. Ничего полезного это не дает. Так. Не, не хочет. Что-то похожее у тебя было, но нет. Что-то похожее. Если бы это не фикс, я бы закинул сейчас бы в текстуру, потому что с моей стороны это выглядело, что ты должен был в текстуре оказаться. Да, вот с моей поощущениям тоже. Ну вот, и поэтому мне кажется, что, ребятки, это все уже какиш. Уже пару раз меня прям кидало назад так, и должно было бы закинуть, но нет. Короче, ставим, наверное, фейк, потому что, как видите, нифига это уже не робит. Однако, как бы мы ни пытались, причем на двух мотиках сразу, камень нас никак не запускал внутрь. Так что, вероятнее всего, этот баг с мотиком пофиксили вместе с обновой 2.6. А соответственно, ролик получает оценку фейк. Ну а на этом у меня сегодня все. Такой получился выпуск, если вам понравился, было весело, интересно и полезно. Ставьте лайки, обязательно пишите комментарии и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. А с вами, как всегда, был я, Илья и Кейсеникс и Артем Вайс. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч.